В прошлых видео мы обсудили бизнес-постановку задачи для Uplift-моделей. В этом видео мы обсудим математическую постановку задачи. Добавим немного математики и выведем связь между Uplift и темой CosaL Inference. Для начала определим понятие чуть более строго математически. Пусть у нас есть IT-объект – это человек, которому мы пришлем или не пришлем рекламу. То есть объекты получают или не получают тритмент. Обозначим это переменной W, которая будет принимать значение 0 или 1, если говорить о бинарном случае. У каждого объекта есть потенциальные исходы или potential outcomes – результаты или реакции, которые происходят при определенном тритменте. Это обозначается как Y от I. Например, это установит пользователь приложения или нет. То есть Y от I равен 1 или 0. У объектов есть признаки или кавариаты. Обозначим их как X, Y. Например, это пол и возраст. Признаки влияют на потенциальные исходы каждого конкретного объекта. Мы определили на примере, что potential outcome – конверсия в установку для пользователя в зависимости от получения или не получения некоего тритмента, рекламного сообщения. Обозначим это как Y от I с условием на тритмент. На самом деле мы должны учитывать все переменные, поэтому potential outcomes честно выражается как то, что Y от I зависит не только от тритмента, но и от признаков объекта X, Y. Добавим эту зависимость в Y. Однако, в отличие от тритмента, вектор признаков для конкретного объекта фиксирован, то есть является константой. Основная задача, которую мы хотим решить – определить, влияет ли тритмент на потенциальный исход. То есть для любого объекта I, при фиксации его признаков X, Y, мы хотим найти следующую дельту в его реакции. К сожалению, в реальной жизни мы не можем одновременно отправить и не отправить пользователю SMS, а значит не можем наблюдать все варианты его потенциальных исходов, и естественно не можем посчитать между ними эту разницу. Это называется фундаментальной проблемой области causal inference, а такая разница называется causal effect. Что же мы будем с этим всем делать? Так как в реальности у нас много объектов, то есть у нас много клиентов, давайте возьмем усреднение по всем, то есть добавим в предыдущую формулу разницы матожидания. Эта формула будет называться average treatment effect. Суть трюка проста. При достаточно больших выборках и действительно рандомизированном разделении на группы, выборке, где treatment не было, то есть W равно 0, для каждого объекта найдется примерно похожий на него объект из группы, где treatment был, то есть W равно 1. Часто в бизнесе какая-то коммуникация хорошо работает для одного сегмента, и плохо или вообще негативно для другого. Надо это как-то учесть. Вспоминаем, что у нас есть признаки, которые мы обозначили как X. Если добавим в прошлую формулу с матожиданием, то сможем посчитать так называемый conditional average treatment effect, то есть average treatment effect на уровне определенного сегмента. Оценкой этой формулы на конкретной выборке и будет uplift, который мы хотим найти.